Мне повезло, что я смог поехать на могилу своей матери, но поскольку я являюсь представителем фонда, я должен был посмотреть на нашу работу. И мы увидели следующее, что такая крупная организация, как JOIN, занимается не тем, чем должна заниматься. Именно поэтому я сегодня согласился, есть предвыбанный штаб Натальяло, его поддерживает организация ZILA, и этот штаб находится сейчас в Нью-Йорке. Вы слышите все радио, вы слышите, как объявляется, голосуйте за всемирный сионистский конгресс. И дальше они говорят, нажмите, зачеркните цифру 12. Пять лет тому назад, хотя наше слово благотворительное, мы не вне политики, но мы вынуждены заниматься политикой, потому что у нас есть проблемы с JOIN, которые сегодня дают лекарство больным в Узбекистане в три месяца один раз. И когда я спрашиваю, если человек диабет или у него давление, ему в три месяца один раз поднимать лекарство, они говорят, у нас бюджет. Окей, я понял вас, я вас услышал. Сахмут, у нас есть несколько человек, последний из них был 54 года в Нью-Йорке, которого мы нелегально отвезли в Израиле. Почему? Потому что легально он не мог уехать, он одиночка, и еще у него есть проблемы с металлами, поэтому Сахмут его не пропускает. И так далее. Поэтому сегодня я прошу вас всех, я сейчас раздам бюллетени, сегодня мы, граждане Америки, можем повлиять на политику Израиля. Каким образом? Мы можем проголосовать за наших делегатов. Наша община голосует за партию ШАС. В газете «Бухарин Таймс» вы видели, там есть объявление, это, по-моему, 15-й номер. Так? Но из нашей общины 20% это религиозные, а 80% это нерелигиозные. И они нажмут кнопку 12, и тем самым они поддержат Либермана. Я это общину. Я и люди, наши соратники, совершили эту ошибку 5 лет назад, когда приеду в штаб Либерман, мы его поддержали, мы с ним ездили, а вот так же агитировали. Ну, в наши общины они приезжали. Я ездил в другие места. И Либерман набрал 10 голосов, и этих 10 голосов ему дало такое окрыление, что он сегодня обнаглел. Дальше некуда. Кнопка 12, которая голосуется сегодня на русском радио, они говорят Russian Forum for Israel, и все. А спросите, а кого вы представляете, какую организацию? Они вам не скажут. Потому что за ней стоит Либерман. Тех, у кого есть телефоны с интернетом, есть компьютеры, вы можете открыть и посмотреть, там есть обращение нашего фонда. Но мы стали обращаться только после того, когда мы получили обращение на Таньяну, премьер-министр Израиля. Там же идет обращение Зелькина и главу Кнесета Юрия Ильдерштейн. На русском языке, вы можете увидеть. И они просят всех, нас, в том числе нашу бухарскую общину, проголосовать за Ликут. Кнопка номер 11. У нас есть возможность. Если каждый из вас заплатит 7,50, это членский взвод, вы автоматически становитесь электоратом Всемирного Еврейского Конгресса. Вы нажимаете кнопку 11 на компьютере, а в бюллетенях вы отмечаете кнопку 11. 152 делегата Америка имеет на этот съезд. Все время эти 152 делегата голосовали за реформистские консервативные организации. Кто это? Это те, кто представляет БИЛИАС, J-3.